В городах Италии была разная аудитория, мои дети, мои взрослые. И мне приятно, что в Италии существует огромный интерес к проблеме Чернобыля. И он основан не только на таком познавательном интересе, а он основан на желании помочь жертвам чернобыльской катастрофы. Очень много людей участвует в работе ассоциаций помощи жертвам чернобыльской катастрофы. И поэтому неудивительная инициатива, которую проявил Массимо Манфати, президент Ассоциации Монг и Камина, пригласив меня в такой вот тур, который должен ознакомить людей с проблемами сегодняшних проблем чернобыльской катастрофы. Сегодня я буду знакомить вас с некоторыми сведениями, которые, наверное, вы еще не знаете или плохо знаете. Сегодня я буду знать и узнать новости, которые вы, наверное, еще увидите. Это создает у вас более ясное представление о том, что сегодня происходит со здоровьем людей, которые проживают на территории Белоруссии. И мы работали на большой конференции в городе Люка. Я встречался со многими людьми из разных стран и узнал, что они знают только слово чернобыль, но не знают о сегодняшних проблемах, которые есть в Белоруссии по поводу чернобыльской катастрофы. И я уже знал раньше, когда я видел, что знаю информации о последствиях, о медицинских последствиях чернобыльской катастрофы, крайне мало в мире сегодня. Это связано с тем, что атомная лобби, в том числе и связанные с этим атомным лобби правительства Белоруссии, сегодня блокирует всякую правдивую информацию о состоянии здоровья, которые живут на территории пострадавшей от чернобыльской аварии. Я уже 18 лет, как я занимаюсь проблемами чернобыльской, чернобыльской проблемы. В то время Гомель и прорезающие территории, в мире высоких, были очень... территории Гомеля и прорезающих районов, была загрязнена радионуклеили в инцессии в очень высоких концентрациях. В тех районах не хватало медицинских кадров, потому что многие медики уехали после чернобыльской катастрофы. Мне, вместе с моими коллегами, пришлось организовывать медицинские университеты, которые начали готовить медицинские кадры, готовить докторов,рачей для работы на территории пострадавшей от чернобыльской катастрофы. В этом случае я и мои коллеги, я, и мои коллеги, я, и 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 я. Вроде извините меня и già, и я, 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 и мы, и я, 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 и я... ...д this includes исследователь noticed here who... И нам удалось вместе с моими учениками и коллегами получить информацию и получить научные сведения о том, как влияют радионуклеиды, которые попадают в организм человека на здоровье, на состояние жизненных органов человека. Удалось показать, удалось показать, понять, почему возникают болезни у людей, которые проживают на территории забезненные радионуклеидами. Это была очень большая работа, потому что нужно было вырастить специалистов, медиков, которые должны были получить научную информацию. Удалось за почти 10 лет моего руководства университета ознакомить мир с наиболее важными проблемами, медицинскими проблемами Чернобыльской катастрофы. И я успел, в 10 лет моего работы, узнать о мире и проблемы, и последствия этого катастрофа. К сожалению, мой внезапный арест в 1999 году разрушил все научные программы по изучению последствий чернобыльской катастрофы. И сегодня Комерский университет, как и другие учреждения, медицинские учреждения в России, не занимаются этими проблемами. Однако проблема осталась, проблема еще более обстрилась. 22 года после чернопольской катастрофы прошло после чернопольской катастрофы а состояние здоровья людей не изменилось и даже очень ухудшилось я вам сегодня представлю материалы некоторые материалы тех докладов которые сделал я и галина бандажевская которая здесь присутствует на конференции европейском парламенте в брюсселе 17 апреля этого года я вам сейчас представлю я и моя мама в брюсселе и 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